Какие задачи стоят перед столичными властями, как решают они насущные проблемы, что могут предложить и посоветовать чиновникам горожане. Об этом и многом другом шла речь на встрече главы Чебоксар Леонида Черкесова с работниками трикотажной фабрики. Сколько, что в городе в ближайшее время построят, как будут повышать уровень жизни и решать проблему нехватки образовательных учреждений. Все это теперь знают работники Чебоксарской чулочной трикотажной фабрики, причем не понаслышке, а от первого лица города. В последние 20 лет вообще в городе Чебоксара детские сады не строились. В прошлом году мы сдали три детских сада. Семь детских садов мы возвращаем, разную форму собственности. 15 детских садов в ближайшие 2-3 года мы будем строить. Хорошие новости у Леонида Черкесова были не только для родителей дошколят, но и для тех, чьи дети уже школьники. Глава города говорил об учебниках, которые стали бесплатными с этого года. О том, что расходы на музыкальные, художественные и другие учреждения дополнительного образования переложили с родителей на городскую казну. Правда, вступительные испытания туда стали жестче. Вот товарищ говорит, дочка пришла, говорит, не ходила ходить музыкально. Заставляли, это важно, это престижно. Заставляли идти музыкально. Она принесла, вот вам диплом, родители. Радуйтесь, я ничего не получила, но вот хотели диплом. Вот такого не должно быть. Вот каждый вложенный в рубль бюджет города, он должен работать. Ну а после сидения за учебниками, мольбертами и музыкальными инструментами поправить осанку можно будет в физкультурно-оздоровительных центрах, на спортивных площадках, благоустроенных дворах. Вот такой курс взял город, отметил Леонид Черкесов. Также обсудили извечную тему капремонта и экологии. Отчитавшись, городоначальник передал слово собравшимся. Однако никаких острых вопросов социального характера глава Чебоксар так и не услышал. Зато поинтересовались работники лицом города. Вернее, когда его перестанет портить долгострой на заливе. Ну вот сейчас идет медленно такая работа. Не могут получить кредит они. Объект миллиард шестьсот миллионов в своей стоимости. Красивое место, красивое, да? Достроим, достроим в ближайшее время. Подобные встречи – это своеобразный диалог между властью и горожанами. Планируют продолжать его и в будущем, отметил Черкесов. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.